Братья наши меньше. За 2019 год в столице Чувашии пристроили более восьми сотен бездомных собак. Тем не менее, в пункте передержки еще огромное количество постояльцев. В гости к четвероногим отправилась Юлия Важенина. Это Берн. Он появился в пункте передержки прошлой зимой. Его нашли лежащим на снегу у дороги. Берн был ранен, его спасли. Теперь этот добрый и ласковый пес живет здесь, как и все воспитанники приюта. Сейчас их более 450. Чаще всего это домашние собаки, которых выбросили хозяева. Мы уже вроде цивилизованные люди, поэтому должны уже более цивилизованно относиться к тому, кто рядом с нами. И, соответственно, понимать, что собака тоже требует той же заботы, любви. Ну и, во всяком случае, она доверяет и дружит с вами, значит, соответственно, нужно доверять и дружить с собакой. Даже так вот, да, может? Даже так вот. У собаки по кличке Эльма тоже печальная история. Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии, лапы были перебиты. Сейчас у Эльмы нет одной лапы, но она как будто и не замечает свои особенности. Очень активная и жизнерадостная. А совсем недавно на территории приюта появились щенки и четыре девочки. Им опасно находиться рядом с большим количеством взрослых собак, пока не окреп иммунитет. Поэтому щенков необходимо пристроить как можно скорее. Эту маленькую девочку зовут Бэмби, прям как олененка из известного мультфильма. Ей всего три месяца, она уже привита, очень ласкова, но очень скромна. Она, как и все щенки и вообще все собаки пункта передержки животных, хочет найти свою семью. Только посмотрите в эти глазки, может быть в них вы увидите свою собаку. А вот собаке по кличке Пуля уже повезло, она нашла хозяев. Ее забрала Ольга, она и сама работает в приюте. И вот уже 10 месяцев Пуля живет в семье. К хозяевам она привыкла, не может долго находиться без их ласки. А вот посторонних боится, недоверчиво смотрела и на нашу съемочную группу. Она и трусливая, но в то же время и хитрая. То есть она манипулятор, она может быть трусливая, но так вот глазки сделать, чтобы пожалеешь, ее и животик погладишь. Ну и жизнерадостная. Вот когда утром мы собираемся гулять, она там весь дом переворачивает, начинает прыгать, радоваться на разное. Собаке очень сильно не хватало всю жизнь человеческого внимания, человеческого тепла, заботы, любви. И вот она сейчас хочет это все получить и очень прям требует этого. С начала этого года в силу вступил закон об ответственном обращении с животными. Теперь после лечения и вакцинации собак должны будут отпустить обратно. И здесь много вопросов, как будет жить собака, кто будет о ней заботиться и сможет ли она сама добывать себе пропитание. По любому случае намного лучше, если все-таки пушистых возьмут в добрые руки. Так что если вы хотите завести собаку, приезжайте знакомиться. А если не можете взять питомца к себе, но хотите помочь, здесь будут рады любому участию. Это может быть упаковка корма, помощь в уборке вольера или просто в иглу питомцев. Юлия Важенина, Бахсияр Велиев, Республика.